Шалом! Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема это подготовка квартиры к празднику Песах. Мы подробно поговорим о всех деталях и о всех частях нашей квартиры. На всех этапах важно помнить, что наша основная цель это не убрать квартиру, не сделать генеральную уборку, а очистить дом от хамец. То есть квартира должна быть чистой от хамеца, от квасного в Песах. Начнем с плотиных шкафов. Как правило верхние полки они вне досягаемости человека, и поэтому нет никакой необходимости их убирать к Песах. В нижней полке иногда дети могут оставить там хамец, иногда взрослые могут оставить там что-либо, и поэтому нет необходимости их промывать, но важно их проверить, то есть вытащить одежду и посмотреть, нет ли там ничего квасного. Это то, что касается плотиных шкафов. Сама одежда также требует проверки. В карманах, в складках одежды, в манжетах может находиться хамец, и поэтому необходимо проверить карманы и складки одежд. Нет необходимости проверять карманы со свечкой, как мы проверяем, и все остальное, а достаточно опустить руку в карман и пощупать, не ли там хамец, не осталось ли там чего-нибудь в карманах. Особенно многодетные семьи, где есть много одежды, они могут очень затрудниться в подготовке к Песах, поскольку есть большое количество одежд. Поэтому лучше всего ту одежду, которая не используется на Песах, спрятать, и хамец, который находится в ней, продать гойн. Отобрать все, что необходимо на Песах, все, что будет использоваться в Песах, и эту одежду проверить. По закону было бы достаточным постирать одежду со стиральным порошком. Уже то, что стиральный порошок касается одежды, это делает тот хамец, который может быть в карманах непригодным к использованию. Но мы опасаемся, что, может быть, в карманах остался хамец, завернутый в полетен или что-либо, которому стирка не помогает, и поэтому лучше всего проверить. Это то, что касается одежды. С кухонными шкафами дело обстоит сложнее, поскольку в течение года мы пользуемся кухонными шкафами с хамец, и поэтому важно хорошо промыть кухонные шкафы со специальными моющими средствами. Затем принято покрыть кухонные шкафы специальной бумагой или полиэтиленом, и те шкафы, которые, опять же, не используются в Песах, можно закрыть, и содержимое, то есть тот хамец, который находится внутри, продается не время, это также облегчает уборку. Что касается холодильника. Холодильник промывается изнутри полностью, и полки холодильника также покрываются специальной пленкой или бумагой. Важно обратить внимание на резиновые прокладки, которые герметизируют холодильник, находятся рядом с дверями холодильника, и там часто могут быть крошки, поэтому важно взять щетку и хорошо прочистить эти прокладки с моющими средствами. Это то, что касается холодильника. Электроплата. Субботняя плата достаточно промыть тщательно с моющими средствами, так, чтобы там не оставалось никакой грязи. Затем плата покрывается то, что называется в Израиле неар-алюминиум. Это толстая алюминиевая фольга. Таким образом, ей можно пользоваться также и в Песах. Плиты. Есть верхняя часть плиты. Это газовые плиты или электрические плиты. Это и есть духовка. Если мы не пользуемся плитой в Песах, если во многих семьях специальные плиты предназначены для Песах, то достаточно помыть, убрать хамец из плиты, и можно все содержимое плиты продавить неевреям. Если же мы хотим пользоваться нашей плитой в Песах, то ее необходимо кашеровать. То, что касается духовки, то есть нижней части плиты, так необходимо тщательно вымыть внутреннюю часть плиты моющими средствами. Во всех щелях также необходимо промыть и оставить ее включенной на час на самой высокой температуре, для того, чтобы она хорошо прокалилась. Теми решетками и противнями, которые пользуются в течение года, не стоит пользоваться в Песах. Стоит иметь специальные решетки и противни для Песах. Если нет другой возможности, то можно пользоваться старой решеткой. Опять же, ее нужно хорошо промыть. И принято обертывать решетку в таких ситуациях. Не арую минимум, это толстая фольга. Это тоже касается нижней части плиты, верхней части плиты. Если это газовая плита, то принято менять решетки. Опять же, есть такая возможность, что решетки, которые мы пользуемся в течение года, прокаливаются. Или тщательно вымываются и покрываются со всех сторон неяр-алюминием. Сами горелки нужно хорошо промыть и оставить их горящими на 5 минут. Этого достаточно. Нижняя часть плиты, там возможно касание кастрюли. Поэтому, после того, как мы хорошо промываем верхнюю часть плиты, следует покрыть ее неяр-алюминием. Часто бывает, что хамец попадает в отверстие между плитой и печью. И тот хамец, который мы можем достать, нужно достать и прочистить. Если же хамец нет никакой возможности достать, то нет никакого запрета иметь этот хамец в доме. Он считается устраденным, поскольку нет никакой возможности этот хамец достать. Благодаря Таше на следующем... Продолжение следует...